Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают на голосование, а потом я достал бы слово одному из кандидатов, попозже, тем более, давайте тогда проголосуем за состав, который у вас в раздаточных документах, поэтому, думаю, с ним ознакомились, кто за, почему голосует. Спасибо. Против, выстержавшись. Так, пропускаем пока, да, выступление. Следующий вопрос. Так, мы тогда переходим, передаем слово Александру Юрьевичу, Александру Юрьевичу Казакову, с тем, чтобы... Нет, пока еще... А, пришел, да, все, пожалуйста, пожалуйста. Да, если возможно, я хотел предоставить слово уважаемому Стивену Сиглу для короткого выступления относительно его видения работы как членов политического совета. Стивен, прошу вас, привозь тем название. Спасибо. Ну, как я говорил раньше. Как я говорил раньше, this is a great opportunity for someone like me to be able to use my diplomatic status to be able to work with a new million people to set up a situation where I can enhance my ability to bring nations together, particularly nations Сейчас Америка и Россия, в частности, есть связанные отношения между Америкой и Россией. Это огромный, очень качественный человек, которые хотят рассказать, чтобы изменять. И это позволяет мне работать в Азия, особенно в США, в мире и в Америке. Я интересен, что ты такой kept saying, как только я. Для меня это хорошая возможность, чтобы примирить людей в России, Азии, а также чтобы избежать появления ядерного оружия в космосе. Спасибо большое. Спасибо. 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 Кто против? Принято. Единогласно. Друзья, коллеги сообщают, что счетная комиссия закончила свою работу, были подсчитаны все поведения. Я приглашаю на сцену председателя счетной комиссии Евгения Шиянова. Евгений, я предлагаю следующий порядок работы. Вы зачитываете вопросы повестки дня, результаты голосования, а я с подачи Захара или других членов Президема понашу результаты на голосование. И мы таким образом принимаем повестку. Хорошо? Да. Если позволите, я зачитаю сначала общие цифры и больше повторяться не буду. У нас на съезд прибыло и зарегистрировано с учетом одного опознавшего 148 делегатов. Было изготовлено 160 бюллетеней каждого вида, 148 бюллетеней каждого вида было выдано делегатам и по 12 бюллетеней было аннулировано от счетной комиссии при подведении этого голосования. Итак, переходим к протоколу номер два. Это протокол о избрании председателя партии. Число бюллетеней при вскрытии избирательных ящиков обнаруженных нами было 145. Соответственно, видимо, кто-то три бюллетеня забрал с собой на память. За все 145 голосов. О, на счастье! Спасибо, работаем! Продолжаем! Второй протокол, это протокол об избрании первых заместителей. У нас было написано две кандидатуры. Бабакова, Александр Михайловича, Казакова и Александр Юрьевича. Всего мы обнаружили 143 бюллетеня. Поклонников чуть больше видим. Но голоса разделились следующим образом. Бабаков, Александр Михайлович, 141 голос за, два против. Казакова, Александр Михайлович, 142 голоса за, один против. Кюраризм может быть. Так, мы ставим на голосование результатами, протоколы принимаем его. Верно? Мы оставим на голосование? Да, голосуем. Кто за принятие данных протоколов? Спасибо. Кто против? Протоколы приняты. Продолжаем. Следующий протокол об избрании, завеститель, председателя, а в бюллетене для тайного голосования мы считаем, что в Несна была одна кандидатура в узкие пальцы Сергея. Обнаружили мы 144 бюллетени, все они действительные. За отдали свои голоса 143 делеганта, один, к сожалению. Я считаю, что решение принято. Александр Юрьевич, на голосование, результат протокола? Да. Кто за? Спасибо, кто против. Кто против. И не поднимают, потом ко мне подойдут. Следующим вопросом мы избирали ответственного секретаря Центрального комитета партии. Было обнаружено 143 бюллетеня. За кандидатуру Варьева Александр Николаевич проголосовала 142 делеганта, один против. Возможно, тот же, да. Сергей, ставим вопрос на голосование, утверждение этого протокола? Ставим. А голосуем, кто за? Спасибо, кто против. Протокол утвержден? Продолжаем. Вот что, напомню. Следующий протокол не может радовать, потому что здесь мы обнаружили опять же 144 бюллетени, и все единогласно поддержали кандидатуры, предложенные в состав Центрального комитета партии. Причтопы, Кузнецова, Новичкова и Шеяна. Нам очень приятно. Спасибо. Александр Михайлович, ставим утверждение протокола на голосование. Кто за? Спасибо. Вроде 4 человека, но вычислили. Протокол утвержден. Спасибо. Идум, я даже не знаю, как прозвучит. А было обнаружено 143 бюллетени. Значит, ассоции с ней и глаза разделили следующему. Зараконькина Павла Сергеевича. 143 за, против нет. А остальные кандидаты в 140-24, который поддержал, один почему-то проколосовал против. Но вас он поддержал, по-это. Большое спасибо. И этому одному человеку я рад, что кого-то я в этом зале убедил. Спасибо. Друзья, голосовик за утверждение этого протокола. Кто за? Кто против? Против. Так, на этом наши утвержденные протоколы также завершены. И я бы хотел передать слово Александру Калчукову с тем, чтобы мы продолжили работу и услышали региональную повестку, повестку региональных отделений. Ну, я начну с вопроса о назначении Захара Прилепина, Казакова, Александра Юрьевича, Лякова, Сергея Евгеньевича, Шаянова, Евгения Александровича, выполноноченными лицами по регистрации политической партии за правду и ее региональных отделений. Вопрос очень важный. Это люди, которые будут заниматься регистрацией. Поэтому, если вы не возражаете, я бы хотел предложить. Кто за, прошу голосовать. Спасибо. Против. Возьмите. И следующий вопрос организационный тоже. Это поручить уполномоченному лицу политической партии за правду, Шаяну Евгению Александровичу, который выступал только что, подписать заявление о государственной регистрации политической партии за правду и представить вместе с документами, предусмотренной статьей 16 Федерального закона о политических партиях Министерства и юстиции Российской Федерации. Уполномоченными лицами по регистрации региональных отделений предлагается назначить будущих председателей региональных отделений партии. Вопрос тоже требующий голосования, поэтому прошу, кто за? Сейчас мы их покажем. Спасибо. Против. Визаж, покажите, еще раз, хотя, мне кажется, уже все видели, знаете. И уполномоченными лицами по регистрации региональных отделений предлагается назначить будущих председателей региональных отделений партии. Этот вопрос тоже на голосование, кто за? Спасибо. Против. Также единогласно. Спасибо. Спасибо. Слово вновь вперед Александр Юрьевич Казаков. Александр Юрьевич, прошу вас. У нас вопрос, который мы голосуем, оттуда голосование, вопрос о создании региональных отделений и партий в каждом из 85 субъектов Российской Генерации. Сознанное такое решение нужно принять голосование. Поэтому предлагаю голосование. Кто за? Кто против? Также предлагается получение Центрального комитета организовать председателем партию соответствующих субъектов Российской Генерации, определить свой наряда предъявления общих собраний региональных отделений для принятия решений в связи с созданием. Это ваша работа, в том числе, подготовить и направить для рассмотрения на общих собрания региональных отделений предложений по избранию должностных лиц членов региональных органов соответствующих региональных и все. Я старался. Голосуем. Кто поддерживает данный вопрос? Кто за? Спасибо. Кто против? Решение принято. Большое спасибо. По большому счету тот массивный класс, который нам необходимо сегодня вопрос, который нам нужно было сегодня рассмотреть. Мы рассмотрели и приняли их. Я вас поздравляю всех. Давайте поаплодируем. Вот таково. Вы действительно сегодня провели приводящийся день. Это был сложный день. В нем было много работы, много принятых решений. Захар, я бы хотел, чтобы ты подыдушил за то, что сегодня было принято, рассмотрено и сказку. Мне кажется, рано еще подытоживать, потому что, не то что рано, а вообще самое начало пути, самый старт, и то, что мы стартовали, и то, что это получилось, а мне кажется, что это получилось, уже сказал по себе хорошо. Поэтому я буквально сегодня с утра вдруг осознал, что у нас название движения, название партии это готовый тост. Вот, и поэтому всегда можно, да, в случае, если тост не придуман, поддержать разговор за столом, ну, за правду. Вот, и в силу того, что у нас само название как тост, я и продолжу, наверное, в режиме тоста. И скажу несколько слов о наших товарищах, вот продолжая, собственно, ту тему, которую Александр Юрьевич Казаков начал. Потому что, ну, вот я какое-то количество людей в зале знаю, и какое-то количество людей в зале уважаю и люблю, как кого-то не знаю, обязательно познакомимся, надеюсь, подружимся. Но мне важно, чтобы вы зафиксировали для себя то удивление, которое вот присутствует у меня. Потому что я бы не сказал, что для меня вот происходящие сегодня, что я с этим как-то свыкся. Я сегодня, когда вышел на сцену, конечно же, я был поражен теми людьми, которых я знаю, которых я знаю с детства и перед которыми я чувствую пожизненный дриппет. И эти люди так или иначе имеют отношение к партии. У меня тут вы дали журналисты и спрашивали, почему, собственно, вот так получилось, что у вас есть какое-то количество персонажей, которых, честно говоря, жду, если не ожидали, что вы их собственно побудил, я не придумал ответ на этот вопрос. Я не придумал, поэтому у меня есть какие-то варианты, которые сейчас свяжут, возможно, на вас сейчас и проверим. во-первых, они, конечно же, сама по себе сложная политическая ситуация, а то и военная ситуация, которая наблюдается в нашей стране и за ближайшие пределами последние годы, конечно же, в каком-то смысле нас всех переформатировало. И в каком-то смысле именно вот эта история, она стала первым импульсом для того, чтобы эта организация, чтобы партия за правду начала существовать, потому что она рождалась вот в этих, она рождалась в донецких степях. И сопредседатель партии Александр Казаков нисколько не лукавил, когда говорил, что вот эти первые наши разговоры не не обрешившему политику слева, а его справа, в донецкие разговоры, они каким-то образом вот соскопили все углы, которые были у нас и там, в Донецке, где мы работали оба советниками Захарченко и не только там вот это формулировки первых и важных вещей, они там произошли. И очень многие люди, которые имеют сегодня отношение к партии, они, конечно же, оттуда. Я даже не вижу никакой причины этого скрывать. Даже сопредстатель Александр Бабаков находится, получил все возможные мировые санкции, в том числе и в первую очередь за решение разнообразных внешнеполитических проблем, в том числе и на украинском городе. Это вообще для меня это знак качества российского деятеля, чудовника, политика, высшего эшелона. Если он не под санкциями, к нему есть вопрос. Если он под всеми санкциями, то это знак качества безусловно. Идем дальше. Конечно же, человек, который занимается нашими региональными отделениями в рамках движения заправки, Сергей Помченко, это, собственно, командир того батальона, который называли батальоном, Брилепина. И он, на самом деле, конечно же, командовал Владимиром подразделением и теперь разбирается с регионалом. Мы с ним связаны, это тоже не секрет, я бы все можно забить, с давних пор еще по Назбольской Другарковской оппозиционной работе. Член ЦК нашей партии Александр Крештуб, начальник штаба того самого батальона полка спецназначения, в котором мы все вместе служили, и он здесь, и он с нами. Виктор Яценко, человек, который занимается, который представлял свои проекты и который с нами работает, это министр связи Рододесской народной республики в прошлом. На самом деле, тот самый человек, который работал в Славянске, и всю связь, которая была тогда между Захамченко и Славянским, между тем и угодно, между всеми полевыми командирами, собственно, и устава вилдиктор Яценко легендарный человек. Я уж не молчу просто про Абхаза. Тут просто в силу юридических причин так получилось, но мы, естественно, всю эту ситуацию доработаем, когда он до нас доберется, и на следующем съезде, при первой возможности, но он в любом случае с нами, Абхаз был в случае с нами и после гибели мотора Арсена Павлова и Герри Михаил Толстых, Абхаз был в случае самые плавные легенды донецкого сопротивления. Ивана Хлопыстин, человек, который, я все не заметил, он вышел на сцену и все начали улыбаться. Причем такая вот, ну, такая сердечная улыбка типа свой, вот пришел, родня, брат, давно не видели, и вот он, вот он, вот он с нами. И у меня такая же реакция, я тоже себя поймал на том, что, то есть у меня растянулась эти губы, лицевые мышцы, потом смотрю, все остальные сидят тоже с таким же выражением лица. Ну, конечно же, мы вообще с Иваном там познакомились, и простой, вот с Сашей выезжали, простой у него были, гастролев там получил паспорт гражданина ДНР, потом многократно приезжал, и у нас, для меня вообще Иван, охлопистан, я вам смотрю телевизор, а интернет-честный вообще не видел, вот для меня в первую очередь не артист, но видимо вся страна знает, вот на этих основаниях как и меня, человек пишущий, человек мыслящий, человек формулирующий, вы слышали этот катакон, это был удивительный, собственно документ очень важный, документ, я даже не буду скрывать у нас один из правых образов, собственно же, организации, это вот такая большая компания из музыкантов, политологов, артистов, которых однажды собрал Александр Владимирович Захарченко, покойный, мы сидели все вместе, придумали вот как бы свод правил, которым мы все должны так или иначе следовать, мы хотели его составить, собрать, и на самом деле очень важный на Донбассе, точку, вот там, ну как бы, капсул его спрятать, и заложить там, и вот собственно партия собралась для того, что, видимо, это доформулировать, Иван, околопостен он, советник, мой, по самому же спектру вопросов, участник движения «За правду», и человек, который может участвовать в статистике, «ЦК справа освещательного голоса, он наш, это не гость, и гость нашего съезда, равно как, скажем, Донбасский Жанна Дарк, удивительный человек, потрясающий женщина, вообще и лучший мужчина в сравнении с другими нашими певцами, Юля Чечерина, которая не просто сюда пришла нас поддержать, а она, я ее не просила, поэтому она сказала, а я в стоп-стоп-стопную партию, и для меня это настолько удивительно, я так это, собственно, подрискал, равно как Алексей Джанна Подтубный, эти люди никогда не имели отношения к никакой политической партии, никогда в какой-то деятельности не участвовали, и вдруг приняли это решение, я чувствую для себя это как высочайшее обязательство, я даже не знаю, что, собственно, делается с этим знанием, Сергей Пускипалец, очень важный для меня человек, очень умный человек, конечно, сначала, его для начала полюбил как артиста, и вся моя семья, потому что он там, ну, вечно командует, то в жизни и судьбе, то в ледоколе, то еще в многих фильмах, он, кстати, врачей переиграл точно не меньше, чем Аклобыстин и прочих командиров, я-то, конечно, я его перед телевизором уже начал слушаться уже, а потом мы познакомились и выяснилось, что это закалка и закваска, в нем она их жизнь, и он тоже, как Аклобыстин человек, он не артист, что-то изображает, он человек харизматичный, действующий, умный, сколько год не применялся, и очень точно излагающий, точно формулирующий, и то, что он вошел в состав управления партии, это тоже для меня большая неожиданность, то есть, ну, я сказал, потом сейчас кажется, «Да Захар, прекрати, зачем?» Сказал-то, «Нет, за так, конечно, если вы не доверяете, то я готов». И вот это все происходило, это же происходило там, не за 10 лет, не за 5 лет, это не за год, мы это задумывали, а вот происходило здесь и сейчас, и так или иначе, все люди, к которым обращались, их было, честно говоря, малое количество, вот это точно, вот те люди, чьи голоса и для меня, и для моих товарищей были особенно важны, вот последние эти годы, в том числе, в годы Донецкой войны, потому что, я, конечно, сам сверял все свои ощущения с тем, что говорит Сергей Икеев, Семен Богдасаров, Олег Матвеевичев, вот те люди, Наталья Зрачницкая, вот я пять человек называю, и у нас больше имен, собственно, и не было, мы сели небольшим кругом, и говорим, что нам надо, ну, как-то усилить свою политологическую составляющую, и мы предложили, пятерым людям, опять же человек сказали, да, мы готовы войти в эксперты, либо в полицовет, готовы с вами работать, и это тоже для меня совершенно поразительно, я не могу себе полной мере себе это объяснить, но это доверие, и придется, придется, ну, работать так, чтобы никогда это доверие не было попрано, и мы тут вот, с Александром Врагьевым, с секторем партии, человеком, который также занимался внешнеполитически разнообразными деяниями, тоже бывал, американцы, американские санкции, тоже, это знак качества, давний мой товарищ, мы совершенно исключаем, мы по большей части встретились со своим приятелем, так позволю себе сказать, старшим товарищем, Владимир Кирченко, Мельшовым, великим режиссером, что там говорить, мнением, снифографией, и там даже об этом собственно и речи не шло, мы точно скучались для того, чтобы обличить его политическую деятельность, мы говорим, ну что там, задумали-то, мы говорим, ну мы вот задумали, вот, ну, не хотим, чтобы у нас перестройка была и прочие майданы, и вообще вот, засправедливость, он говорит, ну я, что происходит, я думаю, маме, писать, если мы скули, жене, что, как-то вот, все сбывается, и вот, вот он с нами, я, ну, я смотрю в зал, и вижу, конечно же, очень большое количество своих друзей, и мы, что начнут сейчас перечислять, то я могу, кого-нибудь забыть, вот у нас, охлопистин, он же не просто пришел, он же привел еще и дочь свою, Анфиса охлопистин, и сказал, Анфиса тоже будет работать, и мы включили, анфису, полиции, я считаю, что это правильно, потому что если мы сами приходим, мы еще и детей с собой приходим, то это точно уже, ну, что для Ивана это не шутка, для Ивана это не просто какая-то очередная часть его актерской биографии, он самый дорогой, он доченька, например, у меня сын, тут тоже, работает, он придумывает проекты, и я, собственно, это совершенно, то есть я, как же, посетить, потому что это мы старше сына делегировали с Иваном, как нагадят три отцы, делегировали часть своих детей, собственно, партийных организаций, вот, спасибо. Николай Довичков, профессор, экономика, вещи, которые я боюсь говорить, а он, а он же лекции, поэтому, почитай, в нашей команде, вы видели его на сцене, это замечательно, мои собратья самых разных регионов страны, я литератор, Василий Амченко, Дальний Восток, Владимир Восток, Андрей Рудалев, Петрозавринский, Алексей Голобродов, Саратов, седат, справа от меня, в этом типе режиссера Артур Сакаян, который сыграл вместе со мной главную роль в фильме Гайлер, но он мог бы и не заниматься вот этим, он очень на самом деле влияет на человека там у себя в регионе, но он мне позвонил и сказал, что, Захар, я буду работать, это радостно тебе, я не понял, что бы не сказал, а поэтому, поэтому, я прошу прощения, если я кого-то не назвал, но я надеюсь, что вы запомнили, так или иначе, естественно, что ты думаешь, я еще сможет зашел, вы запомнили так или иначе всех тех, всех тех, кого я вам представил, остальные сами, тут сами познакомьте, Юра Визни тут сидит, это гуманитарный, бесстрашный человек, тоже с Донбасса, батюшка, который взрослый, тоже нашим любимым, просто батюшкой был, батюшкой наших, нашим, мы там не вовсе тяжкие, не пустили за нами, за нами приглядывал, и, конечно же, я приберег на, на самом, на финал своей речи, собственно, мой личный, психологический, культурный шок, потому что, ну вот, вдруг возникло и три, я говорю, да ладно, ну давай попробуем, свяжемся с этим человеком, и мы связались с этим человеком, мы позвонили ему, и он пишет, ну давайте, давайте встретимся, мы просидели с ним три часа, вот, серьезнейший, глубочайший, насыщенный, политологический беседий, и я был просто, в хорошем смысле, раздавлен всем происходящим, потому что, ну, я сказал, я сказал ему, во всех подразделениях, где я служил, во всех качалках, где, собственно, занимались бойцы, и всех, по этим подразделениям, там виселы четыре портрета, Чварц Таллоне, вы и Ван Дам, и я не думаю, что я открою секрет, он сказал, да, это хорошие ребята, но они делали то, что они делали, только в кино, а я делал это, в самых разных обстоятельствах, не только в кино, он сказал, и он дальше произнес, право, которое просто пронзило мое сердце, он сказал, эти ребята не видели в жизни, ничего плохого, и я вдруг понял, что это ключ, собственно, к пониманию того, что представляет собой наше движение, здесь собрались, люди, братья и сестры, которые видели в жизни кое-что плохое, и это определенные, как бы, определенные качества, которые нас соединили, много плохого, какое-то качество, и это дега плохого, и это позволяет нам всем вместе ценить хорошее. У меня, кстати, Стивен Сигал, я о нем спросил, так, а почему тебя зовут Захар, я же знаю, что не Захар, у меня такой был позывной во всех подразделениях, где я служил, у меня тоже есть два-три имени других, вот, сказал он, и я понял, что мы нашли общий язык, я надеюсь, что все мы здесь собравшиеся найдем общий язык, потому что у нас есть базовые понятия, помимо правды, которые цены для всех нас, такие как Родина, такие как честь, такие как мир, в свое время. Александр Младимич Захарченко на похоронах Михаила Толстыки, он сказал эту фразу очень важную, готовую поговорку русскому народу, он сказал, мы и мертвые к вам придем, это очень жестко и очень честно сказано, а мы-то с вами к тому же еще и живые, мы живые, и, как поет Алексей Джангоподубный, живые и мы не уйдем. Поздравляю вас с этим. До свидания.